Инсулин есть, а вот с логистикой поставок в аптеки могли возникнуть проблемы. В Министерстве здравоохранения прокомментировали проблему невыдачи инсулина диабетикам в некоторых аптеках Кирова, о которой мы рассказывали в конце прошлой недели. Напомним, в нашу редакцию новостей в последнее время поступает много звонков по поводу якобы полного отсутствия инсулина в аптеках. В пятницу один из них прислал также видео. На кадрах слышно, как работник аптеки утверждает, что проблемы с препаратом есть якобы во всем городе. Министр здравоохранения Андрей Черняев сегодня прокомментировал, что по заявлениям было проведено оперативное совещание. Наоборот, льготных лекарств в регионе вообще держится на постоянном контроле. Инсулин, естественно, тоже. Говорится, что его запасы в регионе на самом деле есть. Причем не просто в полном объеме, а с запасом. Выяснилось только, что с логистикой поставок лекарства со складов водоаптек действительно могли возникать проблемы. Ответственным даны поручения. По каждому обращению отрабатываем. Причем на 90 с лишним процентов чаще всего это человеческий фактор или логистика. Увидели, что препарат есть в регионе, но, к сожалению, в то аптечное учреждение, в которое человека направили, выписав рецепт, там его действительно не было. Да, но на сегодняшний день есть механизм, который позволяет врачу посмотреть близлежащие аптечные пункты и удостовериться, что... То есть сразу же дать информацию, что я вам рецепт вбисую, да, но лекарства есть вот там, и все, скорее всего, аптеке потребуется там один или два дня, там, да, там, три дня на доставку его в данный аптечный пункт. Причем я требую, чтобы это выполняли работники аптечных организаций, доставку, а не человек своими ногами, там, да, это больные люди. Они не должны там ездить и искать. Что касается закупки новых партий инсулина в области, эта работа, по словам министра, четко отлажена. Сказано, что специалисты, зная потребность области в препарате, начинают его закупать, когда на складах остается трехмесячный запас. Если у кировчан и впредь будут возникать какие-либо вопросы с приобретением льготных лекарств, Андрей Черняев просит сообщать об этом в фармотдел Минздрава по телефону 64 22 55.